Здравствуйте! Я Владимир Антохин, телекомпания НТВ и благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова представляет программу «Мы и наука». Наука и мы. Программу о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Здравствуйте! Я Екатерина Шугаева. Через 10 лет гомеопатию признают наукой. Ну, сегодня будет жаркая дискуссия. Надеюсь, надеюсь. Но я пригласил оптимистов, которые считают, что гомеопатию действительно через 10 лет признают наукой. Это Сергей Колесников, ученый, эмбриолог и токсиколог. Добрый вечер. И Мария Тамкевич, гомеопат. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, меня в гостях скептики, в общем, по традиции. Я думаю, что мы поспорим с твоими прекрасными оптимистами. Это Елена Карева, фармаколог. Добрый вечер. Здравствуйте. И Михаил Гельфан, биоинформатик. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. В конце программы наши гости и оптимисты. И скептики. Между прочим, все четверо доктора наук делают свой прогноз, с какой вероятностью гомеопатию через 10 лет действительно признают наукой. О сути гомеопатии расскажет наш эксперт профессор Капустин. Гомеопатия – это странная альтернатива научной медицины, использующая сильно разведенные препараты и работающая под девизом «Подобное излечается подобное». Это значит, что гомеопатические вещества вызывают у людей симптомы, подобные симптомам болезни, и тем самым излечивают пациента. Что является причиной болезни, то ее и излечивает. Вот девиз гомеопатии. Причина возникновения гомеопатии весьма прозаична. В течение веков медики накопили информацию о целебных свойствах растений, минералов, о лечении переломов и ран, о гигиене и профилактике. Медицина стала входить в обыденную жизнь. И возник дефицит лекарств. И был найден простейший способ – приготовить раствор, в котором лекарства чуть-чуть. Потом раствор разбавили еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и так далее. Вот гомеопатия и стала популярной. У меня к тебе очень личный вопрос. Ты когда-нибудь принимала гомеопатические препараты? Нет, ни разу. А ты? Я нет, но вот ради нашей программы я вот сейчас чуть-чуть все-таки попробую. В конце программы мы выясним, что со мной сделается. Расскажите, что это? Интересно. Что насыпали, то есть ели. Мы люди поднимаем, что насыпали, то есть ели. Локтоза же это, молочный сахар, а там больше нет. Сергей Иванович, а вы когда-нибудь принимали гомеопатические препараты? Да, принимал. И сейчас принимаю. Постоянно, да? Да, постоянно. Елена Николаевна, а вы принимали когда-нибудь гомеопатические препараты? Нет, никогда не принимала и надеюсь, что не доживу до такой досидельности и начинать принимать эти препараты. Спасибо большое. Мария Суреновна, ну вы врач-гомеопат, но тем не менее вы принимаете гомеопатические препараты? Конечно, я принимаю их и сейчас, и начала принимать до того, как стала врачом-гомеопат. Спасибо большое. Михаил Сергеевич, не могу не спросить, вы принимали когда-нибудь гомеопатические препараты? Вот объясните мне, пожалуйста, я обычный телезритель-человек, вот я прихожу в аптеку, и там вижу биологические добавки, растительные препараты какие-то, и вот гомеопатические средства. Вот чем они отличаются-то друг от друга? Или это все одно и то же? Нет, это все, конечно, разное. Биологические активные добавки к пище восполняют необходимые компоненты, которые, может быть, отсутствуют в пище. А гомеопатия, это доктор Капустин нам рассказывал не совсем точно. Гомеопатия – это метод лечения, холистический метод лечения, который относится ко всему организму, а не к одному отдельному симптому. Метод лечения с помощью препаратов природного или синтетического происхождения, применяемые в относительно малых дозах. Нет, гомеопатические препараты, которые находятся в аптеках в системе безрецептурного отпуска, прошли строгие клинические испытания и применяются по тем показаниям, которые указаны в инструкции по медицинскому применению. Можно, врач с 40-летним стажем скажет об этом? Это средства безрецептурного отпуска. Кроме этих средств есть еще другие препараты. И, как правило, эти препараты, которые продаются безрецептурно, в них все-таки чаще всего можно определить наличие субстанции. Хотя на самом деле… Ну, типа, одна молекула на 40 миллионов. Да неважно, сколько там молекул. Это все работающие вещи. Это проверено 200-ми годами применения на огромном количестве пациентов. Ну, слушай, Володя, на мой просто обывательский взгляд, и вот как сказал сегодня профессор Капустин, что гомеопатия – это лечение маленькими дозами яда. Но вот, Елена Николаевна, вы фармаколог. На самом деле из чего состоят вот эти горошки? Ну, на самом деле эти горошки состоят из молочного сахара и больше ничего. То есть никакими наукометрическими способами определить действующее вещество, не то что в одной дозе, в одной грануле, даже в одной упаковке, даже, я думаю, в запасах Родины этого гомеопиотического средства, просто невозможно. То есть его там нет как такового. А лекарственное вещество, для того, чтобы оно действовало, должно быть как минимум. Если его нет, значит, вступают в силы какие-то другие волшебные силы, которые помогают тем, кому помогают эти препараты. Но он же помогает, да? Вы очень хорошо сказали, он помогает. Конечно, конечно, помогает. Так, почему? А вот это уже другой вопрос. Вопрос, значит, на самом деле я не могу согласиться с определением. Вот мы говорили с вами про гомеопатию как таковую. Вопрос там о симптомах, не о причинах заболевания, а о симптомах. И, собственно, Ганнаман ввел такое понятие. Он определил, есть симптомы болезни, признаки болезни, и есть симптомы лекарства. То есть это те симптомы, которые проявляются у здорового человека, если он принимает лекарственный препарат в токсической дозе. И он разделил все способы лечения на три группы. Гетеропатическая, если симптомы одинаковы. Есть так называемая гетеропатическая, есть гомопатическая симптомы одинаковые. Гетеропатические они не имеют никакого, вообще не связаны никак. И Ганнаман называл таких пользователей такого способа глупцами и невеждами. И есть аллопатический способ, противоположный. Ну, пример простой. Если у человека обезвоживание, ему надо дать воды. Не отнять воду по гомеопатическому методу, ему надо додать воды. То есть аллопатический метод. И на самом деле развитие гомеопатического метода получило именно потому, что пришлось время, конец 18-го, начало 19-го века, способов лечения в руках особенно не было никаких. Была гипотеза о существовании 3-4-5 жидкостей. И вот от плохой жидкости надо было избавиться. И использовали что? Кровопускание, прижигание, рвотные, клизмы в огромных количествах. То есть такой агрессивный подход. Соответственно, даже сам Ганнеман, когда начал заниматься медициной, он в ней разочаровался и хотел прекратить ею заниматься. Но он был очень образованный человек. Более 8 языков он знал. И вот, соответственно, построил свою гипотезу, которая основывалась на чем? На том, что мы используем лекарственный препарат, который вызывает такие же симптомы у больного. А у него уже и так есть эти симптомы. Смысл какой? И вот Ганнеман как гипотезу предположил, что лекарственные симптомы заведомо сильнее болезненных симптомов. Лекарственные симптомы вытесняют болезненные симптомы. Болезнь уходит. После этого он прекращает пациент пить лекарственный препарат. И в силу того, что нет препарата, нет симптомов. То есть смысл этого именно так был заложен. А дальше оказалось, что токсические дозы усугубляют патологическое состояние больного. И Ганнеман, значит, начал разводить. Разводили, разводили, и вот оно чудо. Чем больше развод... Разводили и развели. И развели. Да, всех. Спасибо большое. Я, кстати, заезжал к нашему другу Павлу. Он увлек сейчас геродотерапией, вот, пиявками. И говорит, что помогает, себя прекрасно чувствует. На самом деле я не согласна вообще и с Еленой Николаевной, и с доктором Капустиным. И хочу сказать, что, да, традициям гомеопатии 200 лет. Но зародилась она не так, как сказал доктор Капустин. Не совсем так, как сказала Елена Николаевна. Но гомеопатия не осталась на месте. Она развивается, идет в ногу со временем, с развитием человечества. И в настоящее время в гомеопатии имеются такие же лекарственные формы, которые есть в других сферах применения лекарственных препаратов. То есть это не молочный сахар? Нет, это молочный сахар. Молочный сахар, так же, как физиологический раствор, водно-спиртовой носитель и так далее, это все вспомогательные материалы, которые есть в любом препарате и в фармакологическом препарате тоже. Но на этот носитель наносится некая активная субстанция, некий активный компонент для того, чтобы данный препарат стал лекарственным препаратом. Хочу сказать, что, ну, во-первых, огромное количество лекарственных форм, инъекционные внутривенные, инъекционные внутримышечные, подкожные, глазные, ушные, носовые капли, таблетки, капсулы и гранулы, которые вы называете горошком. Да, в гранулах в качестве носителя используется лактоза, ну, это может быть и вода, в которую добавляется активный компонент, и любой другой носитель, любой другой вспомогательный материал, который существует в лекарственном производстве. Хорошо. Мария Сувереновна, давайте прорвемся. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет гомеопатию признают наукой. В конце программы наши гости и оптимисты, и скептики сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет гомеопатию действительно признают наукой. А сколько клиник, центров, вот, практикующих гомеопатов в России, и сколько вообще людей принимают гомеопатические препараты? Ну, если мы с вами хотим уточнить, то я бы сказала, что в Москве сейчас в настоящее время имеется более 70 гомеопатических медицинских центров, которые очень востребованы, в которых лечится большое количество людей. Но более 15 подобных центров в Санкт-Петербурге, около пяти в Новосибирске, есть центры в других городах. А они как-то, не знаю, просто сертифицируются Министерством здравоохранения? Когда Министерство здравоохранения издавало 335-й приказ, разрешающий применение гомеопатии в России, это было повторное разрешение, первое разрешение было императорским указом. Тогда, в тот момент, на 1995 год, было в стране около 10 тысяч врачей, владеющих методом гомеопатии. Сейчас их больше. В Москве около тысячи таких специалистов. Тысяча? Только в Москве? Только в Москве. В мире гомеопатия применяется в 80 странах. В мире миллион практикующих врачей-гомеопатов. Направление весьма востребовано. Можно реплику? Около двух третий. Вот препараты, вот эти горошки, не знаю, молочный сахар в них, не молочный сахар, их в итоге кто делает? Есть какие-то заводы? Да, есть большие заводы. И сахар, над которым вы посмеиваетесь, на самом деле всего лишь вспомогательный материал, на который наносится действующий компонент. Но я правильно понимаю, что если все-таки тогда сделать химико-биологический анализ, то мы точно узнаем, что там? Ну, это делали и узнали, что там ничего кроме сахара нет. На самом деле это не так. Можно я договорю? Более того, на листовках, которые вкладывают в один из популярных препаратов, мы сейчас его обсудим, да, там так и написано, что поскольку никакими существующими методами действующее вещество обнаружить невозможно, то сведения о фармакогенетике отсутствуют. Я могу вам зачитать дословно, если это интересно. Я видела в аптеках, детям дают. Я хотела бы уточнить, что по федеральному закону, к 61-му об обращении лекарственных средств, фармакогенетика не проводится официально для этой группы препаратов, хотя для некоторых уровней концентрации все вполне определяется. Но я все-таки зачитаю. Чувствительность современных физико-химических методов анализа, вот тут перечислено довольно много, не позволяет оценивать содержание активных компонентов в биологических жидкостях, органах и тканях. Так что ответ такой, нету. Понятно. И это признано ими самими. В этих статьях прямо так и написано, что обнаружить ничего невозможно, но эффект все равно будет. Но эффект есть. Подождите, Михаил Сергеевич, давайте все-таки вы не вводите в заблуждение граждан. Дело в том, что организм является тестовой системой. Вы как биолог, как биоинформатик прекрасно это знаете. Значит, если организм реагирует на что-то, это факт. Факт вы отрицать не можете. Это невозможно. Если вы хотите его запретить, то это Лысенко. Тогда вы скатываетесь в ту степь, так сказать, в советские сталинские времена, и говорите, запрещаю этот факт. Его нет. Продажная девка гомеопатия, империализма, причем она теперь не империализма, а коммунизма, ганеманизма. Мы ее запрещаем. Как это звучит в меморандуме. Запретить, значит, отказаться, значит, Минздраву то, Здравнадзору то. Нет, нет, мы ничего не запрещаем, мы хотим разобраться. Нет, нет, я говорю о том, что мы можем запрещать. Я хочу, чтобы мы понимали, не признавать факты, это неправильно. Одно треть населения принимают препараты, хотим разобраться. Если факт есть, его надо разобрать. Почему он случился? Есть ли возможность его объяснить на сегодняшний день? Есть ли тот бозон Хиггса, который физики долго отрицали, или нейтрино, который долго отрицали? Может, тут есть тоже какой-то субстрат, и это надо исследовать, а не запрещать. Я, прошу прощения, я хотел бы выяснить, какой у нас регламент мы обсуждаем, или мы, так сказать, ждем, перебиваем, не перебиваем. В рамках выделенного времени мы общаемся и отвечаем на заданные вопросы, по желанию. Тогда я боюсь, что академик Колесников немножко странно поставил акценты, потому что про запрещение разговора не идет. Я не знаю, откуда он взялся. Вам зачитать меморандум? Засчитайте. Там не написано запретить. Там написано маркировать, чтобы... Оказывается, даже их не читали. Я его читал, в отличие... Давайте напомним о меморандуме, о том, что Академия наук проголосовала... При чем тут Академия наук? И вы защищали гомеопатию. При чем тут Академия наук? Речь идет о меморандуме комиссии по лженауке Российской Академии наук. В этом меморандуме не написано ни слова про запрещение гомеопатии, но написано, что люди должны иметь возможность делать выбор на основании... Ну, с чего мы начинали. На основании того, что твердо установлено, а не на основании рекламных заявлений. Поэтому единственное, что было предложено в этом меморандуме из административных мер, это продавать гомеопатические средства на отдельных стойках, не вместе с лекарствами. И маркировать их как гомеопатические. У меня в компьютере можно посмотреть. Они маркированы. Я почитаю прямо сейчас. У меня в компьютере все. И маркировать как гомеопатический. Вопрос о запрете гомеопатии в этом меморандуме не ставился и не обсуждался. А теперь про научные факты. Первый научный факт состоит в том, что следы в тех разведениях, про которые мы говорим, сотенные, тридцатые разведения... Я говорю про реакцию организма. Не путай. Сейчас, я договорю фразу. Да, правда. Спокойно. Она есть. Тридцатые разведения, про которые мы говорим. Никакими действующими, существующими методами действуя вещество не обнаруживается. Почему про тридцатые? По следующей кривиальной причине. Потому что, если посчитать, то его там нету. Есть закон Авогадра, который глотит, сколько молекул вещества помещается, в частности, в любую таблетку. А если говорить то, про что говорил академик Колесников при реакции человеческого организма, то тут есть два эффекта. Во-первых, есть эффект плацебо, про который говорила Елена Николаевна. Прошу прощения, на всякий случай подглядел. Который очень хорошо известен в медицине. Что если человеку сказать, что ему дают волшебное лекарство, то ему станет лучше. Именно поэтому лекарства тестируются не так, что кому-то дали и посмотрели, стало ему лучше или нет. А тестируются по стандартному протоколу клинических испытаний, когда части испытуемых дают действительно лекарства, в другой части, если это тяжелая болезнь, то дают наилучшее из существующих, потому что просто плацебо неэтично. Если это какое-то относительно слабое хроническое состояние, то дают плацебо. Неотличимую на вид таблетку, в которой ничего нет, но пациент не знает, что он принимает. Лекарство или плацебо. И врач, кстати, не знает, что очень существенно. Так вот, дело не в меморандуме Российской Академии Наук. Если не годится Российская Академия Наук, Комиссия по Лженауке, то есть меморандум, подписанный представителями всех Европейских Академий Наук, в котором написано, вот на первой странице, на титульной, что плацебо-эффект существует, никакого... То есть в ходе эксперимента? Ни в одном эксперименте, ни в одном испытании. Никогда не было показано достоверного эффекта собственно от гомеопатического средства. И это так, что фактов, которые надо было бы обсуждать биологических, просто не существует, к сожалению. Во-первых, не все европейские академии подписали. Коллеги, чуть-чуть, пожалуйста, давайте передохнем. Я бы хотела бы подать всемирную организацию. Сейчас там реклама. Нам надо просто на рекламу. Михаил Сергеевич, мы, к сожалению, у вас вынуждены... Нам надо передохнуть и уйти на рекламу. Реклама на НТВ. В эфире программа... Мы и наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет гомеопатию признают наукой. В конце программы наши гости и оптимисты, и скептики сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет гомеопатию действительно признают наукой. Верит в это наш эксперт профессор Капустин. Могут ли гомеопатию признать наукой? Главная черта науки это возможность многократной и независимой проверки любых исследований. Например, любой человек, пользуясь любым прибором, может измерить температуру плавнения льда или убедиться, что в реакции взаимодействия кислоты с основанием образуется соль. Такую проверку не прошел ни один гомеопатический препарат. Зато гомеопаты постоянно ссылаются на успешные случаи излечения. Рокфеллер лечился только гомеопатией и проджел добом здравии 97 лет. Английская королевская семья на протяжении многих поколений лечится только гомеопатией. Поклонниками гомеопатии были и Ганди, и Дали, и Пол Маккартни, и Моника Белуччи. Особенно гомеопаты любят говорить о том, что они лечили всех членов Политбюро и очень их любил Виктор Гришин, глава Москвы. Поддержка властных и знаменитых всегда имеет значение. Но гораздо большее значение имеет то, что рынок гомеопатических препаратов не так уж и мал. Только в прошлом году он составил 10 миллиардов рублей. Так что не стоит удивляться, что гомеопатию в скором времени могут признать наукой. Можно я вернусь к тому, я прошу прощения, можно я вернусь к тому, на чем мы закончили перед рекламой. Мария Суреновна, будьте любезны, вот список академий, сейчас вам передадут, какой не хватает? Я прекрасно знаю, этот Совет Европейских Академий это общественная организация, которая поддержала ваш меморандум, австралийский меморандум, а по поводу австралийского меморандума сейчас идет судебный процесс в Австралии, так что это очень скользкая тема, давайте не будем выступать на это. Вы сказали, что не хватает академий, каких не хватает? Давайте сейчас не будем считать академии. Сергей Иванович, а есть какие-нибудь лаборатории, которые научные исследования проводят гомеопатические? Если говорить о нашей стране, вообще-то довольно активные исследования проводились в Новосибирске, лаборатория Штарка, причем проводилась не на человеке, а на моллюсках, на виноградных улитках, когда удалось получить ответ, так сказать, на то, что чего нет, как мы говорим сейчас, этого нет, но ответ на это есть, понимаете? Это же интересный факт, хоть задуматься об этом надо. Второе, активно проводились эти исследования в Томске, в Томском институте фармакологии, большая база этих исследований, большая база исследований сегодня есть в Петербурге, причем по применению, зарегистрированных как гомеопатические препараты в институте у академика Лобзина, есть в Волгограде исследования, которые проведены по этому поводу, доказательные абсолютно, есть исследования по токсикологии этих препаратов, но это просто отрицать не надо, вы понимаете? Я как ученый всегда отношусь скептически к людям, которые берут одну группу фактов и совершенно отрицают вторую, это не наука, это подгонка, вот и все. Спасибо большое. Более того, я хочу сказать, более 40 лет в НИИ, химфизике, в других институтах РАН. Итальянцы выступили, они сказали, что гомеопатические препараты невозможно исследовать аналогично стандартным препаратам, поэтому мы дадим другие условия достоверности. И, коллеги, очень хорошие у них условия достоверности, мне нравятся публикации, не то, что индексированные журналы, бог с ним, там они тоже входят, но даже обычные сборники, книги, вот сел гомеопат, написал книгу, это идет как материал достоверности. И что совершенно замечательно, это уже показано было, как Рейновский обзор, что чем точнее, чем лучше организован эксперимент, условия клинического испытания, тем меньше эффективность, тем она ближе, даже не ближе, она не отличается от плацебо. Спасибо. Это жестко совершенно. Теперь про публикации. Вот у меня очень чудесная публикация, где написано, что врачи, которые выписывают гомеопатические средства, если смотреть просто по тому, как они лечат, то они в среднем лечат хуже. Хуже, да. Это статистическое исследование, значит, вот оно есть, куда показать. Стандарты медицинской помощи у них ниже, чем в целом по отрасли. Професс-академик Колесников очень аккуратно обошел самый главный центр гомеопатических исследований в России. Они публикуют очень много у исполнительного директора этого холдинга, по-моему, там за сотню статей. Удивительным образом 90% из них опубликованы в одном единственном журнале, в котором он еще редактор. Иногда ему дается написать, опубликовать статью в каком-то таком профессиональном зарубежном журнале проскакивает. Но вот про одну из них имеется в том же журнал медицинской вирологии имеется мотивированная критика этой статьи, а в журнале Plus One эту статью просто отозвали редакционным решением, потому что редакция прочитала критику, которая пришла и признала, что публикация этой статьи была ошибкой. Вы не упоминаете основной предмет отказа, забыли. Основной предмет отказа это конфликт интересов. Не забыли вы это? Я это помню. Во-первых, спасибо, что напомнили. Действительно, они еще, когда публиковали эту статью, они забыли упомянуть, что они, собственно, являются прямыми выгодополучателями от публикации этой статьи. И это действительно очень тяжелый конфликт интересов, в научном мире такого не принято. Отозвана она была не только поэтому, если посмотреть редакционное письмо в связи с отзывом, то там большое количество изъянов в дизайне эксперимента тоже упоминаются. А производят они гомеопатию, они сами это признают. Другое дело, что в последнее время они это стали называть по-другому, потому что слово стало скомпрометированным, и теперь говорят слово «релиз» активной формы не совсем гомеопатический принц. Если посмотреть, это те же самые безумные разведения в там квадриллионы раз, я не знаю, таких чисел-то нет. И на переходном периоде было видно, они употребляли оба термина в перемешку. Начинали они с гомеопатии, и теперь это наукообразно выглядит. Спасибо большое. Через 10 лет гомеопатию признают наукой. Не верит в это наш эксперт профессор Капустин. Когда японские химики синтезировали вещество, которое в 100 тысяч раз слаще сахара, они сразу же стали использовать его в производстве шоколада. Причем не проверяя ни на токсичность, не делая никаких либо анализов. Потому что при таких концентрациях никакое вещество не может оказать воздействие на организм человека. Ни положительное влияние, ни отрицательное. Но именно лечение сверхнизкими концентрациями и составляет основу гомеопатии. Положительный эффект от лечения гомеопатическими средствами не зафиксирован нигде и никогда. Имеет лишь место эффект плацебо. Борьба с гомеопатией идет по всему миру. Всемирная организация здравоохранения выступила против гомеопатического лечения. Британский парламент запретил страхование при таком лечении. В Соединенных Штатах Америки продавцы гомеопатических препаратов обязаны указывать на упаковке сообщения о неэффективности данных препаратов. Российская Академия наук признала гомеопатию полной ерундой и советует Минздраву изъять из аптек все геомепатические лекарства. А антимонопольной службе защитить граждан о недостоверной информации. С другой стороны, слушай, кто хочет, тот идет. Профессор вообще не понимает, что если сладкое человек чувствует, у него включается каскад реакции. Он чувствует сладкое. Понимаете? Он даже этого не понимает. То есть бред сивой кобылы. Хорошо. Вот как раз противник утверждает, что гомеопати не то, что не лечит, но вообще приносит вред. Так ли это? Ну, в меморандуме декларируется один только вариант нанесения вреда. То, что человек использует гомеопатические препараты, но не использует традиционные лечения. Вот, он же вместо лечения часто использует. Других там нет ни одного основания, что гомеопатия наносит вред человеку. Можно я спрошу? Все. Можно я спрошу Академика Колесникова? Ну, почему? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, если у ребенка полутора лет острые симптомы гриппа, на какой день надо обращаться к врачу? Вы знаете, я не клиницист. Но вообще-то обращается к врачу немедленно. Я как мама скажу. Замечательно. Вот теперь я зачитываю листовку из того же самого препарата. Они тоже врачи, я вам хочу сообщить, Михаил Сергеевич. При отсутствии улучшения на третий день лечения препаратом острых респираторных вирусных инфекций и гриппа следует обратиться к врачу. То есть на три дня ждать, пока у ребенка температура? А там сказано, что другие препараты не применяют. Подскажите, есть конфликт с какими-то препаратами? Давайте мы не будем только один аппарат. А что вы вводите в заблуждение людей? Претензии к Минздраву, что ли? И второй вопрос. А сегодня ваш монолог? В том случае, если степень разведения активного компонента не позволяет определить подлинность или количественное содержание, качество препарата оценивают по вспомогательным веществам. То есть если лактоза хорошая, значит препарат отличный. Это не совсем так, потому что существует процедура, и эта процедура жестко регламентирована. Ладно, Елена Николаевна, смотрите, официальная медицина, ну уж коли о ней зашла речь, одобряет лечение пчелиными ядами. Да, вот я даже тебе принес. Отлично, отлично. Нет, ну действительно, давай ноги мази. Выпускайте. Хорошо. Означает ли это, что официальная медицина частично одобряет методы гомеопатии? Помимо пчел, еще и змеями лечат, между прочим. Вот я тебе тоже принес. А, змея есть? Да. Крышка закрыта? Значит, принципиальное отличие гомеопатии от вот этих способов лечения, коллеги, только в том, что в гомеопатии действующего вещества нет, а здесь действующее вещество есть. То есть поэтому официальная медицина одобряет... Елена Николаевна, если мы не можем физическими доступными методами определить... это не значит, что это нет. Мы это человечество, это наука. Значит, Елена Николаевна, наука имеет временные ограничения, то, что было известно сейчас, значит, есть наука, есть вера. Но вы немножко лукавите, потому что гомеопатия работает с разными разведениями, есть разведения, в которых все прекрасно определяется. Есть разведения, в которых все прекрасно есть, но можно я все-таки дойду до доски, уж коль скоро речь зашла? Давайте. Если вы говорите про гомотоксикологию, это совсем другая история. Нет? Я... Вы думаете, у нас что-то не настоящее, у нас даже... Нет, мне не надо, мама. Я считал... Это скептиком. Пойдемте с вами к доске. Это давление. Мне кажется, это не давление, на меня так не надо. Аккуратно. Осторожней. Мы же скептики, мы ничего не боимся. Нет, вы любите большие дозы. Получайте. Значит, если посчитать разведения в вот этих таблетках, Вы рекламу делаете? Я же не показывал, что это. Мы не говорим, какой это препарат. констатирует факт. Значит, если посчитать, значит, там сначала 3 грамма на таблетку, 0,003 грамма на таблетку, и потом разведение, значит, 10 минус 15. 10 минус 15. Это атомарный. На грамм на грамм. Это еще 9 добавить. Это уже атомарный уровень. В результате имеется одна молекула на 100 миллионов таблеток. Одна молекула на 100 миллионов таблеток? Да. Да, да, да. Это наука. Значит, теперь я не буду рисовать, потому что это долго, мне велели быстро. Ну, вот теперь смотрите. Значит, академик Колесников за свою жизнь выпил примерно 40 тысяч литров воды. Я считаю, что 2 литра в день, и умножить я это утром сегодня проделал. В этом стакане примерно 10 миллионов молекул, прошедших через академика Колесникова. Вот теперь я едаю все эти таблетки. Это вероятностный процесс. Только аккуратнее, пожалуйста, все-таки, да. Со мной поделитесь. Не надо. Это гомеопатия, вы что? А сахар? Так, подождите, вы сказали, вред не приносит. Это классика. Плацебо, плацебо же тоже полезно. Да. А насчет... Называется апробация на себе. Елена Николаевна, а если выпить там литру анальгина, Михаил Сергеевич умрет сразу? Похоже на конфетки. Но от дозы... И в результате оказывается... Даже если 200 грамм соли, и то может быть токсичным. Пять таблеток или шесть и запивший водой из этого стакана, я съел примерно в квадриллион раз больше молекул, прошедших через академика Колесникова. Вот это ответ на все ваши вопросы. Есть эффект, нет эффекта, есть вещество, Но как наука объясняет то, что действует на некоторых. А это научное доказательство. Только из-за плацебо? Это же... Время терапии тоже много на кого действует. Это научное доказательство, Мы сегодня обсуждаем Это не научное доказательство. Это трюк, который... Трюк, который используют противники ганимантов. Мы поняли, да. А вы не боитесь мы здравить? Мы сегодня обсуждаем совсем другую группу препаратов. Препараты, которые... Наша программа всех есть. Препараты, которые делает вот та фирма, я ее не рекламирую, которые говорит Михаил Сергеевич, это делает по принципу ганимановскому, технология ганимановского, но использует там совершенно доказанное научно антитела к определенным компонентам. На 100 миллионов молекул. Я просто говорю, ганимановские препараты это другие препараты. А, другие. Да, и совсем другие препараты, которые... Что мы путаем? Это разные совершенно вещи. Там патогенетические, здесь совершенно другие препараты. Хорошо. Уважаемые гости, оптимисты, скептики, вот я честно сижу, вот уже какое-то время, да, подкипаем, но я до сих пор не понимаю, вот объясните мне... Детский, я съел, теперь взрослый буду есть. Объясните мне, вот зачем вообще бороться с гомеопатией? Может быть, официальной медицине и гомеопатии вообще сотрудничать? Ну, если это даже психологический эффект несет, то может быть сотрудничать? Объясните, вот скептики, объясните, зачем вы боретесь с гомеопатией? Коллеги, здесь речь идет не о том, что мы боремся с гомеопатией, просто у каждого так сказать направление своя ниша. Где не должна быть использована гомеопатия? Это опасные инфекции, это вирусные заболевания, то есть те ситуации, когда нужно назначать как можно быстрее специализированную, без разведений, терапию. Почему? Потому что каждый день просрочки, опасность присоединения бактериальных осложнений, опасность смерти. В этой ситуации использование гомеопатии, и я каждый раз об этом говорю, это не просто нерационально использование, это преступление. Я с вами согласна, но используют врачи, которые умеют в связи с этим. У нас проблема, что у нас часто мамочки разные, вместо того, чтобы сделать ребенку прививку, вот они, вместо того, чтобы пойти к врачу, и врач-гомеопат бы им сказал, нет, прививка все равно нужна. Вот это вот рекламируется на каждом углу, как профилактика детского клещевого энцефалита. А вы сейчас что делаете? И заметьте, заметьте, что вы спросили, можно лечиться еще на фоне этих препаратов. У нас, наш человек, он приходит в аптеку, он покупает одно лекарство, он считает, что он долг перед родиной выполнил. У нас сами лечатся. Он лечится. Все, так это же не проблема гомеопатии. Конечно, нет. Не проблема. Вопрос в том, что рациональная терапия. Я хочу напомнить вам, как фармаколог фармакологу, что все лекарства без рецептурного отпуска проходят строгий контроль и клинические испытания. Мы уже вот насчет клееческих для гомеопатии. У гомеопатических средств другой совсем подход. Другие требования. Это полная видня. Даже оптимисты. Нет исследования проходили. А все остальное по вашему миферне? Другие требования, потому что нет психологии. Хорошо, оптимисты. Почему же официальная медицина с вами так борется? А кто сказал, что она борется? Да не борется. Это две разные отрасли. Я, например, 25 лет являюсь главным гомеопатом четвертого управления. Никто не борется, конечно. Просто нужно, потому что за мной не очень хотят, как на разных... Очень часто приходится консультироваться в разных госпиталях. Это борются люди, которые не имеют отношения к медицине. У них какие-то свои другие соображения. Можно я скажу, какие... На самом деле очень полезно, если не отдельное применение, то сочетание. Сейчас мы с вами стоим перед очень большой задачей, перед антибиотикорезистентностью. Наверное, Елена Николаевна, согласится, что это божевская проблема. Не согласилась, что лечить бактериальную инфекцию гомеопатии нельзя? Я не сказала, что лечить. Я не сказала, что лечить. Но я сказала, что надо изучать возможности. И Всемирная организация здравоохранения, кстати говоря, призывает к объединению в медицине лучшего из всего лечебного опыта, накопленного в человечестве. И никаких запретов нет. Наоборот, это приветствуется. Не далее, как два месяца назад... Еще раз. Всемирная организация здравоохранения действительно призывает всех дружить. Всех дружить. Поэтому давайте здесь тоже будем говорить, что она ее запрещает. Но нет, смотри, ситуация следующая. До тех пор, пока опытный доктор считает, что пациенту надо приписать что-нибудь внушительно звучащее. Потому что пациент эпохондрика, иначе он сам себя залечит до смерти. Замечательно. Когда рекламируется препарат от детского клещевого энцефалита, я настаиваю на этом, потому что я считаю, что это мерзость перед лицом Гиппократа. И в вашем отделении сидит человек, который этим занимается, который на этом зарабатывает миллиарды. Михаил Сергеевич, у вас есть классический способ, уже ученых, который переводит на личности все. Вот это совершенно безобразие. Потому что в России это абсолютно личностей разбираем. В России это абсолютно личностей и разбирали. Давайте будем разбирать. И вторая проблема вот какая. Почему это расстраивает ученых? Потому что, еще раз, те эксперименты, которые проводятся, они плохие эксперименты с точки зрения нормальной экспериментальной биологии. Я вот вам показывал отозванные статьи, которые отозваны ровно потому, что это плохое эксперимент. Почему бы не провести нормальные? Потому что не получаются нормальные. Нет, когда проводят нормальные, не отличаются. Михаил Сергеевич, ну что, истинно в последней инстанции? Нет, конечно. Я в данном случае опираюсь на те источники, которые я принес с собой. Вот перед вами люди. Хорошо, вы прицепились к одному человеку, не будем его обсуждать. Давайте, да, не будем переходить дальше. Давайте, да, все-таки вот в общем поговорим. Есть другой опыт. Но перед вами же лежит вот это вот заключение Европейских академий наук, где сказано, что ни одного эксперимента, который показывал бы... Вы бы принесли опровержение. Вы можете не перебивать, а? Вы бы принесли опровержение на это. Он бы только одну часть фактов хочет. Понимаете, признавшись. Так скажите другую часть фактов. Сейчас фактов. За гомеопатию. Значит, что вы знали? Я не принесла, я не подумала об этом. В App of Science 4 журнала, которые занимаются традиционной медициной. 864 публикации в App of Science зарегистрированы по гомеопатии. 864. Из них, да, 15% контра, против, да. С доказательными базами, все. Но есть остальные 90, ну 85%, которые говорят о том, что гомеопатия помогает. Сейчас это перевели в том числе на анализ с помощью цифровых технологий. Индусы это сейчас сделали. Они это делают. Я не гомеопат. Поймите, я ученый, который категорически против того, чтобы... Запрещение. Нет, нет, я не против этого. Я не против запрещения. Докажите, что надо запретить. Не в этом дело. Когда берется группа озабоченных людей, прикрывается именем Академии, озабоченных людей, никаких не специалистов. Кто их сертифицировал как экспертов. Они выпускают непонятный меморандум, который подписывает председатель комиссии. И это говорится, что это мнение Академии. Они хотят, чтобы лечились вместо... Нет, я правильно понимаю, что мы не переходим наличники. Мы про комиссию в общем. Это комиссия. Озабоченных людей. Что такое наука? Наука, давайте, Декарт сказал, давайте определимся в терминах, и мы избавимся от половины заблуждений. Первое. Наука – это сбор фактов, в том числе непонятных фактов. Это их систематизация, это их анализ, это их комбинирование. И на этой основе... И повторяемость результата. И на этой основе... Моделир, естественно, это входит в научный процесс. И на этой основе формулирование теорий, концепций, а потом и аксиом, назовем так их. Вот же, что такое наука. А когда люди говорят, не надо это делать, мы против этого дела. Ну какая же это наука, ребята? Хорошо, спасибо большое. Сейчас мы ненадолго прервемся. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы, наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет гомеопатию признают наукой. Правильно я поняла, что любой врач-онколог, любой врач-терапевт, на самом деле, если его пациент серьезно болеет, никогда не назначат ему гомеопатию. Если он хочет гомеопатию, если я гомеопат, я могу назначить основное лечение и сопроводительное лечение в виде гомеопатии. Хорошо, уважаемые гости, оптимисты и скептики, бог мой разобраться, конечно, наверное, можно, не знаю, поверить только процентам. Давайте проголосуем цифрами. Вот с какой вероятностью, если у вас есть такие, ну, если вы можете оценить такую вероятность, с какой вероятностью через 10 лет гомеопатию все-таки признают в России наукой? Ноль. Хорошо. Елена Николаевна, ноль. Ноль, ноль. Спасибо большое. Так, и что, все? Нет. Сейчас нет, увы, увы. У вас, Мария Суреновна? Да, сто процентов. Потому что гомеопатия это персонифицированная медицина и однозначно совершенно медицина будущего. Нарастает в медицине, нарастают, и вообще у человечества нарастают разные проблемы. Гомеопатическими лекарствами часть проблем можно нейтрализовывать. И гомеопатия в данном случае как медицина будущего однозначно поможет. Сто процентов. Спасибо большое. А может, но наукой не станет. Михаил Сергеевич, у вас есть цифры? С какой вероятностью в России признают гомеопатию наукой? Слушайте, я не знаю, не про 10 лет, не про полгода. Если вы имеете в виду именно Россию, то у нас может быть все что угодно. Значит, сейчас, ну, поскольку сидящие передо мной коллеги занимают какие-то посты при Минздраве, около Минздрава и Медицинской Академии, в том, что было в Медицинской Академии, то я не исключаю, что это завтра объявят наукой. Другое дело, станет ли она от этого наукой? Нет, не станет, потому что, ровно потому, что мы обсуждали все это время. что гомеопатические исследования не отвечают ни требованиям доказательной медицины, ни стандартным требованиям, которые предъявляются к биологическим экспериментам. В этом смысле она как 200 лет наукой не являлась, так и за 10 лет наука не стоит. Через 10 лет доказательной медицины не будет существовать 100%. Сергей Иванович, у вас есть прогноз? Ну, некоторые считают, что гомеопатия уже наука. Я-то как раз не считаю так, потому что пока доказательной вот той базы, которая нужна для того, чтобы понять и субстрат, и механизм действия гомеопатических препаратов до конца не ясны. И это будет компонент медицинской науки, но как самостоятельной науки, я думаю, что гомеопатия она и не нужна. Должна быть медицинская наука, в которой есть гомеопатическая сектор какой-то. Конечно. То есть вероятность того, что признают наук, ну, как отдельную науку нет. Она будет частью медицинской науки, как и была. Володя, в ближайшие 10 лет в России всего лишь с вероятностью 25% гомеопатию признают наукой. Ну, в общем, это понятно, просто пока гомеопатии не хватает доказательной базы. Не знаю, пока ли это или сейчас. Что-то запрещать никто не собирается. Видимо, нужно разбираться. Я надеюсь, что медики, физики и научное сообщество разберется, но пока, в общем, не доказано. Ну, как известно, все в мире яд и все в мире лекарства, весь вопрос в дозировке. Ну, и, соответственно, еще в том, что... В отношении. В отношении и в консультации с нужными тебе специалистами, потому что, если ты гомеопатией лечишь, там, я не знаю, аппендицит, да, то результат предсказует. то есть, как говорят даже сами гомеопаты, сначала идите к врачу, и нельзя просто купить в аптеке препарат и думать, что он вылечит вашего ребенка. Это была программа «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Пожалуйста, доверяйте врачам. Увидимся через неделю. Будьте здоровы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok